МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Валун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Многопрофильный колледж официально принял в свои ряды 150 юношей и девушек. Вчерашних школьников посвятили в студенты. В «Газпромнеевсе-Муравленко» завершился третий этап тренинга корпоративной программы «Менеджер роста». И сердце для мамы в молодежном ресурсном центре провели мастер-класс по изготовлению подарков ко Дню матери. На Ямале сформирован список потенциальных участников федеральной программы жилища на 2014 год. Программа рассчитана на тех, кто выезжает из районов Крайнего Севера. Эти люди могут получить выплаты для приобретения жилья в любом регионе России в виде государственных жилищных сертификатов. Напомню, право такое имеют те, кто прибыл на Север не позднее 1 января 1992 года. Они должны иметь общую продолжительность стажа работы здесь не менее 15 лет, а также не иметь других жилых помещений на территории страны и нуждаться в улучшении жилищных условий. В первую очередь выплаты смогут получить инвалиды первой и второй групп, а также инвалиды с детства. Вторыми и третьими в списке фигурируют пенсионеры и безработные. Правительство России одобрило законопроект Министерства труда об увеличении до 4,5 лет, периода которой засчитывается в страховой стаж в связи с уходом за ребенком. И вот как такое решение комментирует министр ведомства Максим Топилин. В новой пенсионной формуле роль стажа повышается, поэтому то, что в стаже для исчисления размера пенсии будет учитываться период ухода за ребенком в общей сложности 4,5 года, то есть за трех детей, позволит многодетным мамам при выходе на пенсию рассчитывать на более высокие выплаты. При этом страховую часть пересчитают и тем многодетным мамам, которые уже вышли на пенсию. Это будет сделано автоматически с даты вступления закона в силу. Кроме того, многодетные семьи получат возможность выбора участок или квартира по социальному найму. Соответствующий законопроект готов, об этом заявил премьер Медведев на заседании президиума по нацпроектам. По его словам, зачастую земельные участки местные власти выделяют в труднодоступных местах, где нет никакой инфраструктуры по формальному признаку. Чтобы этого избежать, уверен, премьера нужна альтернатива в виде бесплатной квартиры, причем вне очереди. 12 октября в Муравленгое произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Это любительское видео прислал один из наших телезрителей. На перекрестке улиц Школьной и Ямальской с прицепа грузовика на дорогу вылетела труба. Причина – сильный боковой ветер. В момент ДТП других автомобилей рядом не оказалось. В течение часа, пока крана не убрал трубу, безопасность движения на перекрестке обеспечивали сотрудники полиции. Всего за минувшие выходные на территории города и его окрестностях произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. В большинстве случаев из-за гололеда. Начальник отдела Министерства внутренних дел по Муравленко Нил Хвесько подвел итоги деятельности своего ведомства за 9 месяцев 2013 года. Он отметил, что за отчетный период почти на 10% снизилось количество краж, грабежей и разбоев и вовсе на 50. 37 преступлений произошло в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли 24 грамма различных наркотических средств. Однако необходимо отметить, что изучение обязательства работы по противодействию НОН позволило выявить слабую обязательство работы, направленную на выявление о квалифицированных сбытах. Эта проблема будет проанализирована. В компании «Газпромнефть» Муравленко завершился заключительный этап тренинга корпоративной программы «Менеджер роста». За три года действия программы сертификаты управленцев получили 54 работника компании. В Муравленковском филиале компании «Газпромнефть» по программе «Менеджер роста» сотрудников обучают третий год. За это время более 50 специалистов уже получили сертификаты. Сейчас проходит третий, заключительный модуль очередного тренинга. Рассматривают такие вопросы, как навыки публичного выступления, управление изменениями. Кроме того, модуль включает такую форму, как центр развития. На этом центре развития участники имеют возможность попробовать в ролевых играх поприменять навыки, предоставить друг другу обратную связь о том, что у них лучше получается, что хуже получают. И по результатам этого центра развития мы помогаем нашим участникам составить так называемые индивидуальные планы развития. Один из разделов модуля – управление изменениями. Чтобы быть хорошим руководителем, говорит Сергей Южанин, необходимо иметь не один какой-то навык, а целый спектр. И в этом управленческие компетенции отличаются от узкопрофильных. Если мы говорим про управление изменениями, то прежде всего нужно научиться понимать их суть. Зачем проводятся изменения, с какой целью они проводятся, чего мы хотим достичь в результате. Очень важно, чтобы руководитель понимал, что изменения никогда не внедряются, что называется, моментально в практику. Как правило, когда мы предлагаем людям что-либо изменить в жизни, мы обязательно столкнемся с сопротивлением. В этом нет ничего нового, руководитель должен относиться к этому спокойно и понимать, как он с этим будет работать. Участникам тренинга предлагают взять за основу реальные ситуации, которые возникают в компании. Лучше всего люди учатся не от тренера, а друг от друга, говорит ведущий. Очень важно отрабатывать вот эти нужные кейсы, которые проходят они на любом тренинге, они же получают нужные вопросы. Поэтому после таких корпоративных программ и вообще после любых тренингов любой руководитель уже выходит с полным пакетом готовых ответов на интересующие их вопросы. Чтобы быть грамотным руководителем и уметь направлять людей и координировать общую работу, недостаточно знаний, которые дают в университете. Программа «Менеджер роста» помогает специалистам научиться планировать бизнес-процесс и мыслить стратегически. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. У Муравленковского многопрофильного колледжа прошло торжественное посвящение первокурсников студенты. В этом году учебные заведения пополнили 150 юношей и девушек. Эрнест Бавшин расскажет подробнее. Посвящение в студенты – мероприятие в колледже традиционное. В прошлые годы его проводили на площади у памятника Виктору Ивановичу Муравленко. В этот раз решили собрать всех в Доме культуры Украина. Пригласили не только виновников торжества первокурсников, но и потенциальных студентов, учащихся девятых классов средних школ, а также потенциальных работодателей. Ребята, если почувствуют, что к ним пришли уже представители с производства, то они уже, наверное, с первого курса, одно дело, мы им говорим, ребят, начинайте сразу учиться. А когда придут взрослые люди с производства и дадут, скажем, напустимые слова, я думаю, это будет еще одним таким стимулом – хорошо учиться, осваивать ту выбранную профессию и специальность. Посвящение студенты – своего рода презентация. Первокурсники должны были на сцене как можно ярче представить свою будущую профессию. Электромонтеры, механики, воспитатели и нефтяники объяснили, чем привлекательна их специальность. Большинство стран современного мира зависят от нефти. Разумеется, нефтяник приносит огромную пользу своим согражданам. Люди этой профессии должны иметь склонность к техническим наукам и хорошее физическое состояние. Хороший специалист в этой области имеет огромные перспективы. У меня как бы папа работает в связанной с технической отраслью, и поэтому я тоже решил продолжить дело своего отца. Потому что я очень сильно люблю детей. Дети – это наше будущее, наша радость. Дети – это наше все. Поздравили новоиспеченных студентов, их родители, педагоги, представители городских организаций и предприятий. Напутственные слова сказали пятикурсники. Они пожелали новобранцам всегда идти вперед, несмотря ни на что. Не волноваться, не теряться, когда какие-то трудности наступают. Не пасовать перед ними. И всегда проявлять себя только с лучшей, с хорошей стороны. Показывать, какой ты есть хороший, грамотный и порядочный. В завершении вечера первокурсникам торжественно вручили студенческие билеты. Эрнст Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. В Муравленко идет предварительный школьный этап Всероссийской предметной олимпиады. Первый этап самый массовый. В нем может участвовать любой учащийся с 5 по 11 класс. К примеру, в прошлом году в Муравленко в школьном этапе участвовали около 1200 учеников. Уровень своих знаний школьники показывают по 21 предмету, перечень которых утвержден Министерством образования. В понедельник прошла Олимпиада по обществу о знанию. Победители примут участие в муниципальном этапе, который пройдет в середине ноября. Задание для школьного тура составляет муниципальная предметно-методическая комиссия, которая состоит из педагогов высшей, первой категории. Это предметные группы педагогов, которые разрабатывают в соответствии с методическими рекомендациями центрального оргкомитета. Созидание объединяет, так считают, члены двух клубов «Молодых семей мы вместе» и «Молодежи с ограниченными возможностями здоровья» Эдель Весь. Занятия по рукоделию в Центре молодежного ресурсного центра пользуются большой популярностью. Очередной мастер-класс был посвящен плетению сердечек из газет. В руках участников мастер-класса проволока, старые газеты и клей. Набор нехитрый, но совсем скоро все это превратится в украшение для интерьера помещений. Очень много людей плетут из газетных трубочек. Сейчас это массовое такое увлечение и очень доступное. Получают очень красивые изделия. Это самое простое, которое может освоить каждый. Этот хендмейт доступен даже самым маленьким. Вика Смотрова относится к делу очень серьезно. Она делает сердечко. Надо просто газету закрутить в сердечко. Потом чуть-чуть намазать клеем ПВА и продолжать дальше. Взрослые от детей не отстают. Эльгиз и Гузель Фаухиевы производство сердец поставили на конвейер. Муж работает с каркасом, жена клеевых дел мастер. Великолепный процесс. Это, наверное, будет интересно детям. Мы своих не взяли сегодня. Так покажем дома. Будем такое крутить. Подклеиваем чуть-чуть. Рукодельники и рукодельницы знают, для кого стараются. В конце ноября в России отмечают День матери. Сердце, сделанное с душой, подарка лучше не придумать. У нас скоро День мам в ноябре. И мы делаем такие сувениры, подарки. Мама делают для себя, ребятишки делают для мам. Павел Желтов, Вадим Братчик. Новости нашего города. Очередную победу в рамках городской спорта. Киады трудящихся одержали представители «Газпромнефть-Муравленко». На этот раз первое место завоевала женская волейбольная команда. В финальном матче она переиграла сборную газоперерабатывающего завода со счетом 2-1. «Спартакиада» завершится в ноябре. Но уже сейчас ясно, что в общем зачете «Газпромнефть-Муравленко» преследователи уже не догонят. Даже в том случае, если в оставшихся двух турнирах, в мужском волейбольном и мини-футбольном, нефтяники участвовать не будут. В очередной раз спортсмены «Газпромнефть-Муравленко» наглядно показали, на каком предприятии лучше всего относятся к организации развития массового спорта. 14 октября православный мир отмечает покров Пресвятой Богородицы. По народному поверью, именно в этот день осень встречается с зимой. Снег, выпавший после покрова, не тает. Считается, что какова погода на покров, такой будет и вся зима. А направление ветра указывает, с какой стороны придут первые морозы. Если на покров увидеть стаи улетающих птиц, то зима наступит рано и будет холодной. А если первый снег ложится до покрова, то холодное время года придет не скоро. Завершит выпуск рубрика «Город живет». А у меня на этом все. Я желаю вам всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok